Мне кажется, мы задали хороший темп с первых минут матча и в целом удачно его поддерживали на протяжении всего поединка и контролировали, на мой взгляд, матч и развязка, я думаю, такая тоже получилась интересная для болельщиков и, конечно, удачная для нас. Мы знали, что соперник поменялся в лучшую сторону и сейчас эта команда ищет частью в атаке, а не в воронье, как было в первом круге, смотрели последние 5-6 игр с приходом нового тренера, знали, что поменяла структура, старались к ней подготовиться и, на мой взгляд, у нас многое получилось. Сергей Николаевич, насколько морозная погода и искусственный газон внесли какие-то коррективы в игру, потому что действительно обеим командам достаточно непросто комбинировать было сегодня? Мы все-таки в России живем, мы прекрасно знаем, где мы играем и футболисты адаптированы таким условием, но, с другой стороны, конечно, на первый план выходят и бойцов с качеством таких матчей и сегодня я рад, что мы в этом компоненте не уступили соперникам. В перерыве заменили… Так они произошли, я считаю. В перерыве была замена Берковского на Дворецкого. Что случилось? Это проблема повреждения какой-то или тактическая замена? Тактическая замена. Нам нужно было в быстрых атаках сохранять мячи, у Ильи много потерь было. Я думаю, что он еще не набрал оптимальные кондиции после болезни, поэтому нам нужен был человек, который сможет сохранять мячи и запускать быстрые атаки. В первом тайме ничего не получалось. Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с удалением Адаева. Вы его видели? Насколько оно закономерное? Ну, Ладу нужно уметь играть в обороне. Такая же проблема была у Самошникова у нас в прошлом чемпионате. Буквально за несколько туров получил там несколько… 10 туров, у него уже было 5 желтых карточек, он просто не умел играть во сборе. Такая же сейчас ситуация и с Адаевым. Ничего сложного, я думаю, что, к сожалению, вот к сегодняшнему дню не научили его играть правильно во сборе. Поэтому вот это глупая карточка. Сегодня первый забитый мяч Дениса Болонюка, он вышел на замену и в то же время день рождения Жени Конюхова получился такой подарок и от его лица, и от лица команды. Да, отличный подарок. И Елисеев был в прошлом матче, и подарок сейчас Конюхову. И рад, что Денис забил. Не очень просто складывается его адаптация у нас к нашим требованиям, к нашим скоростям. Плюс он не в самом лучшем функциональном состоянии подошел к этому моменту. Но по нему видно, что это футболист, который имеет большой потенциал, и я рад, что он открыл счет своим мячам за нашу команду.